Время итогов на канале Академия. Для вас работает Виктор Березовский. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. В Одессе определили лучшую студенческую команду страны по гандболу. В июне на Одесской побережье вернутся морские трамвайчики. В Одесской юридической академии стартовал конкурс «Паю о тебе, я, Одесса моя». В Одессе обсудили проект восстановления морского трамвая. В пределах акватории региона уже в июне этого года планируется соединить морской вокзал с Аркадией, Лонжероном и Большим Фонтаном новыми старыми маршрутами. Пока вся нагрузка ляжет на имеющейся в Одессе небольшой флот. Это пять довольно великовозрастных катеров. Если программа получит поддержку одесситов и гостей города, уже в следующем году на линию выйдут катеры из Турции. Продолжит тему Виталий Хемий. Назад в будущее в Одессу возвращаются морские трамвайчики. Уже с июня месяца старые добрые «Сплит», «Генуя» и «Окогама» выйдут на привычные для многих одесситов маршруты. Аркадия, Лонжерон, 16-я станция Большого Фонтана. Европейский банк реконструкции и развития с целью возрождения пассажирского судоходства выделил средства на восстановление морского трамвая в пределах Большой Одессы. Инициатива Украинской ассоциации защиты моря поддержал городской совет и, что немаловажно, правительство Украины. За основу будет взят грузинский опыт. Правительство пошло в определенной степени навстречу. И на сегодняшний день создан деловой совет «Украина-Грузия», «Грузия-Украина» именно по решению вот этой проблемы возрождения пассажирского судоходства в бассейне Черном море. Одним из этапов является строительство таких сооружений вдоль берегов Грузии, в частности, берегов в районе Батуми. Чтобы катера, как и прежде, заходили в Аркадию, Лонжерон и на 16-ю станцию Большого Фонтана, на этих пляжах соорудят так называемые портпункты – временные плавучие причалы. Украинское центральное проектно-конструкторское бюро «Стапель» является проектной организацией, научно-технической организацией на морском транспорте, которая взволила на себя эту задачу по проектированию и строительству этих портпунктов. То есть сегодня для возобновления судоходства малых катеров необходимо построить два вопроса. Первый вопрос – это строительство траверсов, строительство портпунктов. То есть тех маленьких причалов, которые все мы помним, с которых мы, будучи детьми, прыгали в море, и строительство флота. Сегодня мы занимаемся первым этапом этой программы. На нынешнем этапе все будет финансироваться за счет программы государственно-частного партнерства. Инициаторы ни о какой экономической выгоде пока не говорят. Это пилотный проект, и конец курортного сезона покажет, как быть дальше. Стоимость каждого из портпунктов составляет от 300 тысяч долларов до полутора миллионов долларов. Это цифры большие, в том числе для города, в том числе для Украины целиком. Поэтому в сезоне 2015 года появилась возможность за счет средств Евросоюза в рамках этой программы Black Sea Basin установить три портпункта. Предполагается, это будет Лонжерон, Аркадия, 16-я станция Большого Фонтана. Сейчас же начались подготовительные работы по установке причалов. Сейчас работы производятся, идут подготовительные работы, идут работы в Аркадии, идут работы на 16-й станции Большого Фонтана. Это именно подготовительные работы. Сама постановка плав причалов, она выглядит так. Приходит плавкран, бросает мертвого якоря, устанавливает эти плавпричалы. Затем плавкран устанавливает трапсходню с плавпричала на траверс. Поездка на катере будет стоить от 20 до 40 гривен. Если один из важных элементов транспортной инфраструктуры – морской трамвай – обретет былую популярность, то в планах установка портпунктов в Южном и Ильичевске. Отечественные артисты стали более востребованными в Украине. Об этом на пресс-конференции заявили представители Одесского театра «Маски-шоу». Они уверены, нет худа без добра. Обострение отношений с северным соседом благотворно повлияло на развитие украинской культуры. Российских артистов стали реже приглашать на гастроли, а вот украинских, наоборот, намного чаще. Подробности далее в сюжете. Последние 7-8 лет театр «Маски-шоу» был больше востребован за рубежом, чем в Украине рассказывает директор театра Наталья Делиева. В последнее время ситуация кардинально изменилась. После событий, которые у нас сейчас случились в стране, к нам начали снова приходить предложения о гастролях. Мы уже были на гастролях в Запорожье, в Днепропетровске, в Кривом Роге, в Харькове были неоднократно. И снова мы едем в Харьков. И осенью у нас будет большой тур по Украине. Это, конечно, радует. У театра «Маски-шоу» оригинальный репертуар, который нигде больше нельзя увидеть. Артистам было досадно, что все последние годы приходилось чаще выступать на зарубежных сценах, нежели у себя дома. Наш театр, он исключительно авторскими пьесами живет. И это театр, наверное, на уровне театра Мольера или театра Шекспира «Лебедя», к примеру. Потому что наши пьесы можно увидеть только в нашем театре. Если мы можем поехать в любой другой город и посмотреть «Чехово-Чайку» или «Лебединое озеро» где-нибудь в оберном театре, то то, что мы делаем, это исключительно можно посмотреть только у нас. Работа над новыми постановками не прекращается никогда, отмечает Борис Барский. Театр постоянно развивается и делает все, чтобы зрителю во время спектакля было весело и интересно. Вскоре пластиковые карточки заменят в Украине внутренние паспорта. А уже сейчас существенные изменения произошли в процедуре оформления проездного документа для выезда за границу детей. С 1 апреля Государственная миграционная служба начала оформлять детские загранпаспорта. Об этих и других нововведениях далее в сюжете. 32 тысячи заявлений граждан на оформление заграничных паспортов нового образца поступило в Одесское отделение миграционной службы в первом квартале нынешнего года. Это почти на 10 тысяч больше, чем в прошлом году, сообщил заместитель начальника миграционной службы в Одесской области Сергей Егорский. С одной стороны, это вызвано и тем, что мы доводили информацию до граждан о возможности иметь на руках два паспорта. Это первый момент. Второй момент, когда всех это подстегло все-таки возможность владельца биометрического паспорта без визового въезда в еврозону. И это подтолкнуло людей к тому, чтобы получать эти паспорта. С 1 апреля государственная миграционная служба начала оформлять детские загранпаспорта. Документы для выезда за рубеж ребенка могут получить даже самые маленькие украинцы. Срок действия документа – 4 года. Тем же, кому исполнилось 16 лет, выдают паспорт на 10 лет. Есть такой документ, который ранее выдавался, проездной документ ребенка. Скажу вам, что мы его во втором квартале продолжаем выдавать, но выдаем его в исключительных случаях. Сейчас все родители оформляют заграничный паспорт своему ребенку. Дети до 12 лет без отпечатков пальцев, после 12 лет могут быть с отпечатками пальцев. Кроме того, вскоре в Украине исчезнут внутренние паспорта. Привычный бумажный документ к 2016 году планируют заменить на пластиковые карточки. Создание единого демографического реестра, который сейчас и создается, он приведет к тому, что мы перейдем к пластиковым карточкам вместо внутреннего паспорта книжечки. Есть уже постановление правительства о том, что в 2016-2017 год они нацелены на вот такую вот работу. Ранее в государственной миграционной службе прогнозировали, что разработка паспортов в форме карточек начнется в 2015 году. Пою о тебе я, Одесса моя. Вот уже четвертый год Национальный университет Одесской юридической академии выступает организатором уникального музыкального конкурса. Вокалисты, в том числе и из других городов, минуя возрастные ограничения, признавались в любви нашему городу. Наши корреспонденты следили за первым отборочным этапом фестиваля. Есть город, который я вижу во сне, Ах, если бы мы знали, как дорог у Черного моря явившийся в ней, Цветущий, как Азия, город. Профессионалы и любители, одесситы и гости города, школьники и ветераны труда, песни, прошедшие испытания временем, и авторские произведения. Конкурс «Пою о тебе я, Одесса моя» по традиции стал объединяющим звеном для тех, кто любит петь и при этом любит наш город. Я очень рада, что в этом конкурсе принимают участие от мала до велика. Разные возрастов участники, и все готовятся, целый год готовятся, потому что конкурс очень необычный. Он проходит в три тура, причем большие перерывы между турами. Есть возможность подготовить новые произведения. Президент Одесской юридической академии, которая четвертый год открывает свои двери для талантливых исполнителей, Сергей Кивалов считает, лучшее событие, которое бы так популяризировало Южную Пальмиру, проблематично придумать. По опыту прошлого года знаю, что приезжали и участвовали непосредственно в конкурсе жителей Киева, и Сум, и Львова, из других государств. И вы знаете, это открытый такой народный конкурс. Я считаю, что мы должны всячески популяризировать наш город славный. Наш город – город-герой. Об Одессе написано очень много песен. Одесса – это уникальный город, город талантов, город искусства, науки, спорта. Многолетние участники конкурса «Пою о тебе, Одесса моя» в очередной раз отмечают высокий уровень организации мероприятия. Вклад Одесской юридической академии в развитие самобытной культуры, песенного творчества трудно переоценить. Впрочем, чтобы талантливая молодежь продолжала эти творческими тропами, должно совпасть несколько факторов. Если поддержка идет от родителей, то, конечно, детки дальше продолжают свое творчество. И не обязательно, чтобы они в жизни были музыкантами. У нас некоторые ребята продолжают свое творчество, но, тем не менее, они являются студентами других музов, в частности, и академии. Для самых юных участников нынешний вокальный конкурс – первый шаг на большой сцене. Позади дни и недели затяжных репетиций, и вот долгожданный выход. Финал музыкального фестиваля «Пою о тебе и Одесса моя» пройдет 2 сентября. Лучшие исполнители своими песнями поздравят «Жемчужину у моря» с ее днем рождения. На базе Одесской школы номер 118 прошел фестиваль, посвященный английскому языку. Посоревноваться за звание лучшего собрались школьники все Одессы, а именно представители пятых, шестых и седьмых классов. Подробности расскажут наши корреспонденты. Традиция проводить подобные конкурсы была начата еще в США в 1925 году. На сегодняшний день этот фестиваль проводится во многих странах мира. Украина тоже не остается в стороне. Фестиваль знатоков английской орфографии «Спеллен Би» проходит в Одессе уже второй год подряд. В прошлом году мы провели совместно с Департаментом образования посольства Соединенных Штатов. Детям очень понравилось. И этот проект был внесен в работу Института усовершенствования. Цель этого конкурса – побудить детей расширять свой словарный запас. Чем больше они работают, играют со словами, тем шире их словарный запас. А для того, чтобы его пополнить, нужно как можно больше читать. Идея заключается в том, что детям озвучивают слова трех уровней сложности. А школьники, в свою очередь, должны были правильно произнести их по буквам и раскрыть смысловое значение. Преподаватели, которые готовили детей к участию в конкурсе, говорят, что такой способ обучения является одним из самых эффективных, так как наиболее эффективный способ изучать иностранный язык – это игровая форма. И как важно проведение таких конкурсов, таких, например, как Spelling Bee, как детям интересно, дети готовились. Некоторые дети даже соблюдали дресс-код в стиле пчелки, рисовали стенгазеты. Участники фестиваля остались довольными своими результатами и с нетерпением ждут следующего года, чтобы снова попробовать свои силы в английском. Мы живем в Украине, и несмотря на то, что мы живем в этой стране, мы изучаем разные языки, участвуем в разных конкурсах. Волонтерами фестиваля выступили студентки Международного гуманитарного университета, факультета лингвистики и перевода. Признаются, что проявили такую инициативу, так как всегда сами с интересом изучают английский и хотели помочь в этом школьникам. Я учу английский, очень люблю его с детства, и хотелось бы участвовать в кругу детей, понять их словарный запас, их уровень знания. Дети очень активные, все поднимали руки, просто лес рук был, и, конечно, тяжело было выбирать. У детей достаточно хороший уровень знания английского языка, были, конечно, гиперактивные дети, были такие, конечно, которые стеснялись в основном, но я думаю, у всех, в принципе, достаточно хорошее знание. Факультет лингвистики и перевода МГУ всегда поддерживает инициативы, которые предлагает Министерство образования, и старается реагировать на ту конъюнктуру рынка, которая возникает в данный момент. В этом году Министерство образования анонсировало всеукраинский проект волонтеров «Летний языковой лагерь». И наши студенты, 156 студентов факультета лингвистики и перевода, изъявили желание выступить волонтерами в этом проекте. И теперь наши преподаватели каждую пятницу мая будут проводить с нашими студентами соответствующие тренинги для того, чтобы их готовить для летнего лагеря. Мы приглашаем не только наших студентов, но также всех желающих, кто хочет выступить волонтером и помочь нашей стране овладеть иностранным языком, собственно, нашим детям. Понятно, что это бесплатно. Подобные мероприятия, безусловно, полезны для детей, изучающих английский язык. Также это ценный опыт и практика для студентов-волонтеров Международного гуманитарного университета, которые всегда рады помочь в проведении фестиваля. В спортивном комплексе Международного гуманитарного университета, что на 8-й станции Большого Фонтана, завершились всеукраинские студенческие игры по гандболу. В упорной борьбе победу в турнире, где принял участие 10 команд, одержала сборная Национального университета Одесская юридическая академия. В финальной стадии соревнований юристы были сильнее студентов из Киева и Львова. Подробности далее в сюжете. Финальный этап всеукраинской универсиады по гандболу вызвал немало ажиотаж. Посетить решающие поединки приехали даже чиновники из Министерства молодежи и спорта. Победителя турнира определяли три команды. Интрига в каждом из матчей сохранялась до последнего. Счет противостояний говорит сам за себя. Сборная Одесской юридической академии обыграла команду Киева со счетом 26-25, а львовских коллег со счетом 39-37. Это единоличное первое место. Игра была равная, но за счет какого-то опыта, какой-то перелом игры все-таки мы себя показали, что мы сильнее и додавили уже соперников и вот так получилось выиграть. Прежде всего команда, командная игра и каждый хочет себя проявить и вот так выиграем команды. В таких турнирах можно показать себя, набираться опыта. Команды приезжают со всей Украины и можно показать себя, что ты все-таки умеешь, что ты научился за столь долгое время, которое уже занимаешься гендболом. Вторыми оказались гости из столицы, которые в не менее напряженном поединке обыграли львовян со счетом 37-34. Впрочем, все участники турнира покидали Одессу с массой впечатлений и приподнятым настроением. Другое место тоже непогано в призах. Приехали, додому приедем с медалями. Команде спасибо. Ревень турнира добрый, много играловцев, которые играли в командах. Очень много знакомых. Рад, что приехали сюда. Набрались небольшого, но маленького опыта. Всех участников гандбольной универсиады поздравил президент Одесской юридической академии Сергей Кивалов. Успех Одесского вуза не случайно отмечает Сергей Васильевич. Руководящий состав преподавателей университета делают все, чтобы у спортсменов гордости академии были идеальные условия для учебы и любимого хобби. Второе место заняла команда национального университета по физкультуре и спорту. Город Киев. Третья команда тоже со спортивным уклоном университет, который готовит спортсменов профессиональных. Приехали из Львова. Вы знаете, и мы вырвали победу. Это дух спортивный. Он сегодня проявился у спортсменов Национального университета Одесской юридической академии. Я очень рад, что мы сегодня вырвали победу и являемся победителями всеукраинской студенческой олимпиады. Спортсмены Юракадемии продолжают борьбу за высокие позиции на студенческих играх и по другим видам спорта. Такой наши корреспонденты увидели информационную неделю. Оставайтесь с Академией. Наши журналисты будут и дальше информировать вас о самых актуальных новостях. В студии был Виктор Березовский. Всего доброго.